Йохелцианелла Этот род моллюсков имел раковину, которая имела форму зогнутой прописной буквы с выпуклостью в форме трубы, крепящейся снизу раковины. Все эксперты сходятся во мнении, что труба использовалась для дыхания. При этом большинство экспертов подозревают, что ее хелцианела таким образом пропускала через жабры воду. Когда она была впервые обнаружена, то ее первоначально отнесли к моноплокофорам. По систематике ее хелцианела занимает неясное таксономическое положение, но имеет родство с брюхоногими моллюсками. Йохоия – род крошечных вымерших животных из кембрийского периода, которые были найдены в ископаемом состоянии формирования бёрджерских сланцев в Британской Колумбии в Канаде. Они были помещены среди арахноморфов, группы членистоногих, которые включают хелицеровых и трилобитов. Длина Йохои колеблется от 7 до 23 мм. 711 образцов Йохои известны из Большого Филопода, где они составляют 1,35% от всего животного сообщества. Образцы Йохои имеют головной щит, тело состояло из 13 тергит или пластин. С обеих сторон на нижней стороне первые 10 членников заканчиваются уплощением в форме лопастей. Последние три пластины полностью окремляли всё тело. На конце тела находился уплощенный тергит, игравший роль хвоста. В передней части тела имелись придатки, они имели ярко выраженный локоть и заканчивались четырьмя длинными шипами, внешним видом напоминающие пальцы. В нижней части тела под головой имелось три пары конечностей, которые поддерживали тело на песчаном или елистом дне моря. Также имелись единичные придатки, свисающие под телом, которые были наподобие закрылок, покрытых бахромой щетинок и, вероятно, использовались для плавания и дыхания. На образцах заметны луковичные образования в передней части головного щита, которые, скорее всего, являлись глазами. Йохоя, как предполагается, была в основном бентосным или донным существом. Которая плавала прямо над мутным дном океана, используя свои придатки, чтобы рыться были и хватать добычу. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канала, ссылка будет в описании, поддержите проект.